День здоровья Расскажите, пожалуйста, в рамках вот этого праздника какие мероприятия пройдут в нашем городе в частности? В рамках этого мероприятия уже по доброй традиции, которая у нас сложилась, мы организуем большое количество мероприятий спортивной направленности для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, да, и чтобы каждый житель нашего города задумался о своем здоровье и поддержать его посредством физической культуры и спорта. Нашему управлению и нашему подведомственному учреждению мы предлагаем 63 мероприятия, которые в рамках уже месяца, месяца спорта и здоровья в этом году мы решили его назвать, в нашем городе. Остановлюсь, наверное, на самых крупных таких, которые мы уже полюбились и те мероприятия, которые мы предлагаем нашим жителям впервые, которые мы проводим в рамках этого месяца. В прошлом году мы организовали и предложили нашим жителям проект «Бежим круглый год», да, и в прошлом году, и в этот раз, 1 апреля, мы его начинаем, посвященный юмору и смеху, и приглашаем всех жителей в 15 часов 1 апреля в Центральный парк культуры и отдыха, там, где теннисные корты с улицы Островского состоится этот праздничный уже 1 апрельский забег. Могут прийти все жители, и дети, и взрослые, креативно одеться, посвященный именно этому дню, дню юмора и смеха, будут оцениваться в первую даже очередь не секунды, из-за какие пробежали, а именно креативность, посвященная этому празднику. Конечно, 7 апреля в день именно Всемирного дня здоровья мы предлагаем большую программу, уже также второй год мы проводим большой фитнес-марафон, который в 11 часов начала в спортивном манеже «Юность». В 12 часов у нас состоится торжественное открытие нового спортивного зала в приспособленном помещении школы «Орион» на Черновицкой, 27, 33, где спортивный зал будет полностью доступен для занятий лиц с ограниченными возможностями. В этой школе развиваются такие виды спорта, как настольный теннис, велосипедные гонки, также лёгкая атлетика для лиц с ограниченными возможностями, мини-футбол. Мы приглашаем всех принять участие в открытии и, конечно же, потом записываться в эту спортивную школу для занятий физической культурой и спортом. Из уже традиционных, по традиционным произведениям. Это, значит, девятый уже состоится турнир по мини-футболу «Память Болотина», который состоится 2-3 апреля на спортивной площадке напротив манежа «Юность». В соревнованиях традиционный уже принимает новых команд, любим детьми и надеемся, что и в этот раз он состоится очень активно. В этом году уже традиционный 36-й фестиваль среди воспитанников детских домов и школ-интернатов мы проводим 27 апреля. Также традиционный фестиваль 12 апреля проводим для воспитанников детских садов, которые уже ребятки занимаются в наших спортивных школах и которые, мы надеемся, в последствии обязательно придут в наши школы. Также в рамках этого месяца традиционный муниципальный этап президентских игр и президентских состязаний. В президентских игр участвуют детки 6-го класса. Они будут состязаться в стритболе, настольном теннисе, плавании, шашках. В президентских состязаниях состоится на многоборье. Это в основном включает в себя тесты ГТО и творческий конкурс, в котором также дети 6-го класса примут участие. Надеемся, потом команда выйдет в региональный этап. Но и еще, конечно, у нас надежда остается в том, что это тоже хорошая традиция, что наша команда рязанская примет участие в всероссийском этапе президентских состязаний, которые традиционно проводятся в Анапе. Впервые мы в этом году предлагаем, также стартуют именно три проекта конкурсов и викторин. Все они стартуют с 1-го числа, поэтому уже сегодня внимательно смотрите на нашем сайте, будут опубликованы все три положения. Первый посвящен, викторина посвящена чемпионату мира по хоккей, который состоится с 1-го по 17-го мая в России. Все мы знаем, готовимся болеть за наших. Будут семь туров. Опубликованы в каждом туре по 10 вопросов на нашем сайте. Это 1-го, 5-го, 10-го, 15-го. А финальный этап уже очных вопросов состоится 5-го мая у нас в управлении, в метод-кабинете, где будут предложены лучшие десятки, кто отвечал в течение этого месяца на вопросы, поучаствовать в очном этапе. А главный приз – это билеты на чемпионат мира в Москву, на чемпионат мира по хоккею. Интерес у ребят очень большой. Надеемся, что конкурс пройдет очень интересно. Второй конкурс мы предлагаем, посвященный, мы все знаем, и спортсмены все болеем, и готовимся, что в этом году с 5-го августа по 21-е состоятся Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а пара Олимпийские с 7-го по 18-е сентября. И, конечно же, интерес не только болеть, но и знать существующую ситуацию и болеть за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы наши дети знали еще и историю Олимпийского движения. Поэтому мы предлагаем 12 тем, для того, чтобы каждый мог выбрать, который ему более интересный, сделать презентацию и прислать нам на почту, которая также опубликована в положении на нашем сайте. Могут поучаствовать. До 1 июля продлится этот конкурс. В течение месяца жюри обсудят и выявят сильнейшего. И тоже мы планируем от спонсоров подарить хороший подарок, кто победил в этом конкурсе. И, конечно, третий конкурс посвящен Году кино. Мы предлагаем не только журналистам, но и ребятам поучаствовать в нем, где можно представить свой фильм небольшой, сюжет о своем ли отношении или занятии спортом, или о каком-то виде спорта. Но что-то именно связанное со здоровым образом жизни, со спортом. 28 декабря, в Международный день кино, мы наградим и подведем итоги, наградим сильнейших и определим, какой сюжет представленный на суд судейской коллегии победил в этом конкурсе. Но это вы уже целый год здоровья озвучили. Мы озвучили, потому что именно 1 апреля стартует три этих новых проекта. Мы хотели бы с помощью этих конкурсов более акцентировать интерес к здоровому образу жизни и к физической культуре. Как я уже сказала, 63 мероприятия, очень много по видам спорта, много конкурсов. Некоторые еще интересные эстафеты, не только веселые там среди различных возрастных групп, но и эстафеты по регби. Также 7 числа у нас в 5 часов в 53-й школе. Поэтому весь план у нас, еще раз скажу, расположен на сайте управления по физической культуре. В группе ВКонтакте «Рязань город спортивный» мы приглашаем всех выкладывать свои фотографии по участию в этих мероприятиях. Так что приглашаем акцент сделать в этом месяце на свое здоровье и заняться спортом, кто это еще не сделал. Это здорово. Вот только хотелось бы еще уточнить. У нас все-таки зима осталась позади, сейчас уже лыжи с коньками не актуальны. Сейчас уже больше бега будет. И в залах какие-то развлечения, какие-то занятия? Да, конечно. В залах идут тренировки, учебно-тренировочный процесс в школах проходит для журналистов. Мы продолжаем нашу тему пресс-туров. В течение этого месяца пройдет пять школ, где журналисты посетят наши школы, посмотрят не как проходит учебно-тренировочный процесс, но и сами смогут поучаствовать в учебно-тренировочном процессе, посмотреть, легко ли поднять штангу, легко ли прыгнуть или попасть мечом в кольцо. Сегодня у нас в 15.30 состоится пресс-тур в школу «Единство», где журналистам будет предложено это сделать, поучаствовать в тренировке по волейболу, по баскетболу, поучаствовать в эстафете, посмотреть, насколько это легко или сложно. Так, ну хочется напомнить, что месяц здоровья проходит в рамках празднования Всемирного дня здоровья. У нас период с 30 марта по 30 апреля. Совершенно верно, я все правильно сказала. Да, спасибо. Марина Владимировна, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, что зрителям-рязанцам будет очень интересно посетить вот эти интересные спортивные и ознакомительные мероприятия. Спасибо. Еще хотела бы сказать, вот в каждом троллейбусе и автобусе мы разместили такую информацию, очень красивую и креативную, где прописаны все наши муниципальные спортивные школы, прописаны не только контактные телефоны, но и те виды спорта, какие развиваются в каждой школе. Надеемся, это пригодится для тех, кто пожелал сам записаться или своего ребенка. Своебразная информационная брошюра. Опять же, популяризация спорта. Конечно. Спасибо вам еще раз, что пришли к нам в гости. Это была программа «Подробности». Спасибо, что были с нами сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!